Здравствуйте, дорогие друзья. Вопросы в фейсбуке Каббалисту Михаил Вайтин. Здравствуйте. Добрый день. Такой вопрос к нам пришел. Здравствуйте. Вы занимаетесь всю жизнь изучением смысла жизни. Да. Но разве смысл жизни у каждого не свой? Ведь вся наша жизнь зависит от нашего воспитания и окружающего мира. А следовательно, и наши решения и мысли будут зависеть от нами прожитого опыта. Еще под вопрос такой. Если бы у нас изначально были бы заложены альтруистические цели, как бы мы жили и что бы нам это дало? Ну, во-первых, смысл жизни, он же не в том, чтобы прожить жизнь, найти смысл, а потом, что и умереть. Так что смысл жизни, он должен быть понятен еще в начале жизни. Так все-таки он свой у каждого смысл жизни? У каждого свой смысл жизни, потому что даже если этот смысл общий для всех, мы же все маленькие животные с очень подобными свойствами. Что значит у всех разный смысл жизни? От чего и у кого? Наша психология маленькая, разная, группа крови. Чего у нас особенно разного? Что мы делаем из себя, чего-то такого? Когда человек так говорит, это он просто теряется. Он не знает куда. Привяжи себя спокойно к природе и обнаружи, что ничего особенного нет ни в ком и ни в чем. Есть одна природа, и есть у нее смысл жизни действительно, у этой природы, довести себя правильно к следующему состоянию, поднять на следующий уровень, подняться, нас поднять на следующий уровень. Нам надо понять, куда это идет, куда идет эволюция наша, чтобы приподняться нам на этот уровень и не переходить его в состоянии, как обычно это происходит в природе с помощью всевозможных катаклизм, перед которыми сейчас мы стоим. Давайте сделать так, чтобы не переходить в таких крайних, резких, драматических ситуациях этот переход. А он перед нами находится. Мы находимся в кризисе, мы находимся перед стеной в науках, в искусствах, в человеческом обществе, в общении между нами, между поколениями, во всем. Вот и сейчас встает смысл жизни именно перед стенкой. Так вот, надо его выяснить. И поэтому это очень важно. Этим занимается Каббала, поэтому она и раскрывается перед теми, предлагает себя для человека. То есть, в принципе, эта природа нас подводит к этому вопросу, да? Да. И, как вы только что сказали, даже интересно, смысл жизни природы, как бы, если можно так сказать, привести нас к этому вопросу. Конечно. А смысл жизни человека раскрыть? Этот вопрос. И какой же все-таки вопрос? В чем он смысл? В том, чтобы самому подняться на следующую эволюционную ступень. Как мы поднимали все время автоматически неживое растительное животное человеческой природы. А сейчас нам надо, будучи в человеческой, в этой природе, подняться на следующую ступень. Это уже высшее. Назовите ее духовное, хотя это к религии не имеет никакого отношения. То есть, это существование в духе, во внутреннем смысле человека, когда он раскрывает внутри себя высший мир. Над той природой, которая в нас существует. Если мы над ней сможем подняться, мы начнем ощущать совершенно другой мир. То есть, так получается, до сегодняшнего дня нас вел наш эгоизм. Правильно? Сейчас вы говорите, он закрылся. И сейчас мы должны не эгоистически жить. Нам надо подняться на следующий уровень, а это уже не с помощью эгоизма. Это с помощью особой силы природы, называемой свет, который исправляет нас, изменяет нас, делает нас подобными этому следующему уровню. То есть, мы должны вызвать ее на себя? Да. Продолжение следует...